Благодаря новой универсальной платформе автомобиль станет комфортнее, а уровень оснащения улучшится. Новое поколение каблучка Volkswagen будет разнообразным, предусматривается множество версий машины, построенной на платформе MQB, как и, например, новый Golf восьмого поколения. Переход на эту платформу позволил компании оснастить автомобиль новыми технологиями, включая Travel Assist, новую систему торможения в случае появления встречного автомобиля в повороте. Новый пассажирский кэдди будет представлен в версиях комби, лайф, стайл и мув, а фургон — в версиях карго и карго-макси, с длинной колесной базой. Также кэдди превратят в кемпер в версии Калифорния и в кроссовер в версии Пене-Марикана. У машины увеличилась длина стандартной колесной базы — до 2755 мм против прежних 2682 мм. Колесная же база Макси теперь составляет 2970 мм. Это не только сделает салон автомобиля просторнее, его пропорции стали гармоничнее, а коэффициент лобового сопротивления встречному потоку воздуха снизился с 0,33 до 0,30. Автомобиль получил новые светодиодные фары и задние фонари, а также 18-дюймовые легкосплавные диски. Также появилась система бесключевого доступа и большой панорамный люк в крыше, а также электроприводы задних сдвижных дверей и двери багажника. Грузовой отсек нового Кэдди имеет объем от 3,1 до 3,7 кубических метра, в зависимости от длины колесной базы. То есть Кэдди Макси теперь может перевозить 2 евро по лето благодаря максимальной длине груза в 2 метра 15 сантиметров. В качестве опции пассажирские версии смогут оснащаться третьим рядом сидений. Объем багажника может достигать 2556 литров при загрузке его до крыши при убранном втором и третьем рядах сидений. С пятью пассажирами багажное отделение вмещает 1213 литров груза, уложенного не выше спинок сидений. Линейка двигателей состоит из трех двухлитровых дизелей TDI мощностью 75, 102 и 122 лошадиные силы. Будет также полторалитровый бензиновый двигатель TSI с турбонаддувом мощностью 114 лошадиных сил. На некоторых рынках автомобиль получит двигатель TGI, работающий на природном газе, мощностью 130 лошадиных сил и подключаемый гибрид и хайбрид. Все двигатели могут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Для более мощных модификаций предусмотрен семиступенчатый робот. Первыми купить Volkswagen Caddy смогут автомобилисты Германии, Австрии и Польши с конца ноября 2020 года, затем каблучок начнут продавать во всех других европейских странах, после чего модель отправится на рынки Израиля, Южной Африки и Австралии. В Германии новинка будет стоить за Caddy Cargo от 20 862 евро, около 1 880 000 рублей, и от 25 050 евро, примерно 2 260 000 рублей, за пассажирскую версию. Предыдущее поколение Caddy продается в России по цене от 1 300 000 рублей за грузовую версию и от 1 700 000 рублей за пассажирскую. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.